Ребята, всем привет! Меня зовут Соня Плотникова и сегодня я снимаю для вас видео «Вопрос-ответ». Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в комментариях под моими предыдущими видео. Решила начать с темы «Now United». Как попасть в группу? Так как сейчас в нашей группе 14 участников, в будущем планируется, что этот проект будет увеличиваться, будет кто-то приходить, кто-то будет уходить, так как также существуют возрастные ограничения. Поэтому сейчас, например, к нам будут присоединять Австралию. И я жду не дождусь уже из всех этих отборов увидеть этого нового участника, познакомиться. Я даже не знаю, кто это будет, мальчик, девочка, из какой именно части Австралии. Как попасть в саму группу? Лично нас отбирали по таким критериям. Мы должны петь, мы должны обязательно танцевать, мы должны быть яркой личностью, добрыми, открытыми и просто хотеть, стремиться и очень-очень много работать. Я совпала! Я совпала! Какое классное определение! И вот таким образом нас отобрали 14 человек, и я уверена, что в будущем будут отбирать еще не раз от России кого-то другого. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы работали, стремились и, может, когда-нибудь именно вас выберут в эту группу. С кем ближе всех общаешься? Лично мне очень сложно ответить на этот вопрос, так как я в группе общаюсь очень близко с каждым членом нашей команды, и это очень сложно выбрать кого-то одного или два человека. Например, когда мы были в одной стране, я делила комнату с одним человеком. Мы поехали в другую страну и начала делить комнату с кем-то другим. И получается, что вот наше общение, оно с каждым как бы наравне, поэтому я не могу сказать, что да, я общаюсь с этим человеком ближе всех или с этим, поэтому стараюсь поддерживать со всеми очень близкие и хорошие отношения. Кто больше нравится? Ноа или Джош? Ааа! Я не могу так выбрать, потому что с Джошем, например, у нас общая тема танцы, мы с ним очень давно оба танцуем, и мы всегда шутим по этому поводу. А что касается Ноу, он просто очень классный, мне с ним тоже очень весело проводить время, поэтому я не могу выбирать, с кем я больше общаюсь или кто мне больше нравится. Я просто всех люблю, обнимаю и вот общаюсь со всеми наравне. Можно ли встречаться в группе? В группе нашей, к сожалению, встречаться нельзя, ну или к счастью. Вот представьте такую ситуацию, что если кто-то с кем-то начнет встречаться, это может очень плохо отразиться на нашей группе, если они расстанутся или поссорятся, начнется вот эта вся вот какая-то, весь этот кипиш, внутри группы будет какая-то плохая или отрицательная энергетика. И лично у нас в контракте было прям отдельным пунктом прописано, что нам встречаться или иметь какие-то взаимоотношения внутри группы запрещено. Поэтому ответ нет, в нашей группе встречаться нельзя. Как относишься к Бейли? С Бейли у меня, мне кажется, самые близкие отношения в нашей группе. Когда нам и Натик прилетали в Россию в прошлом году, у нас очень хорошо подружились семьи, и с тех пор мы как-то с Бейли прям общаемся все время на одной волне, мы с ним тоже очень много шутим, очень много разговариваем, какие-то глубокие темы. Могу сказать, что он очень открытый, добрый человек, и со стороны мне иногда казалось, что он какой-то очень странный в самом начале, когда мы такой познакомились, но в итоге мы, можно сказать, одни из самых таких прям близких, лучших друзей. И фанаты нас все время шипперят, и это очень смешно, но я искренне его люблю, и также это, мне кажется, влияет в возраст, так как ему тоже 16, и, возможно, из-за этого у нас как бы появляется очень много общих тем, и поэтому с Бейли у нас очень хорошие отношения. Вам платят деньги? Какие-то планы на будущее, какие-то идеи для самой группы. Я понимаю, так как в мои 16 лет не каждому выпадает такая возможность, поэтому я хватаюсь за этот шанс и работаю еще больше. Так что, ребята, учитесь, потому что в будущем вас обязательно ожидает что-то очень большое и великое. Почему не поешь в группе? Очень-очень часто слышала этот вопрос от вас, и уже не раз, кстати, на него отвечала и в Инстаграме, и в прямых эфирах, и в комментариях, и в сторис. Но что могу сказать? Когда нас набирали в эту группу, смысл был таков, что кто-то больше танцует, кто-то больше поет. Не было ни одного человека, кто бы одинаково круто пел и одинаково круто танцевал. То есть мы все дополняем друг к другу, и это самые важные мысли и идеи всего проекта. Как вы уже знаете, я танцую на протяжении очень долгих лет, уже лет 10-11. Петь я начала совершенно недавно, хотя вся моя семья очень даже музыкальная. Мама у меня бывший хоровик, папа играет на гитаре, сестра закончила гнесинку, то есть она очень свободно играет на фортепиано. Брат у меня когда-то играл на саксофоне, и все свое детство я провела во всей этой музыкальной сфере. И, конечно, я тоже когда-то ходила в музыкальную школу. Я 5 лет играла на фортепиано, я пела, но из-за танцев пришлось это все отставить, так как у меня не хватало времени. Но в данный момент я вернулась к пению только из-за проекта Now United, но теперь я понимаю, что это большое будущее для меня, как и для моей личности. Поэтому даже если я в будущем не буду с Now United, я буду продолжать петь. Мне кажется, я уже ответила на ваш вопрос, что из-за того, что я больше танцую, я пока отвечаю больше за танцевальную часть, а ребята, которые больше поют, отвечают за больше как бы вокальную. В будущем я уже даже не раз говорила со своим продюсером, чтобы вас так успокоить. И мне не раз говорили, что я буду петь в будущем, просто сейчас нам нужно выйти вот на тот уровень, когда это будет доступно всем. Сейчас пока вот так, но в будущем все обязательно поменяется. Расскажи самую неловкую ситуацию на сцене. Ааа, честно, очень тяжело даже вспомнить какую-то прям такую неудобную, неловкую ситуацию. Лично у меня всегда на сцене все было в порядке. А если привести пример именно из Now United, то была неловкая и очень смешная, я бы сказала, ситуация, но не со мной, а с девочкой из Бразилии, ее зовут Энни. Мы танцевали, это была, кажется, Австрия. В общем, у нас было выступление на небольшом подиуме, и этот подиум, он был в воде. То есть сам подиум, он был сухой, но если ты чуть-чуть оступишься, ты падаешь в воду. Там было какое-то маленькое озеро или что-то, или как бассейн, я даже не знаю, что это было. И я помню, что у нас был один день репетиции, и уже вечером мы выступали. И то есть у нас было очень мало времени, мы все очень торопились, все суетились. Но в итоге, когда у нас проходила репетиция на этом подиуме, что-то вот пошло не так, и в общем, эта девочка Энни упала в воду. И причем это было так смешно, что мы все отвернулись, мы слушали нашего менеджера или хореографа, я не помню, кто-то что-то объявлял. Мы стоим, внимательно слушаем, и мы слышим такой всплеск. И мы понимаем, что кто-то упал, мы поворачиваем голову, и никого нет. И буквально через там миллисекунды там выныривает Энни, и мы понимаем, что она просто оступилась и упала в воду. Это было очень смешно, но мне было ее безумно жалко, потому что она была настолько испуганная, что, представляете, вот ты просто летишь, и ты не понимаешь, куда. И ты вот ныряешь в эту ухо, леденющую воду, выныривает. В общем, было очень смешно и весело. Следующая тема – личные отношения. Как познакомилась с Катей Адушкиной? Познакомились мы с ней на самом деле не так давно, и меня пригласил ее пиар-менеджер Дидинок Кирилл на съемки вместе с Катей. И просто вот мы так вот взяли, собрались и как-то с ней познакомились на одних съемках. И после этого мы решили просто встретиться, поболтать, потому что ей было интересно узнать меня как личность, а мне просто хотелось узнать ее как человека в жизни, потому что с ее творчеством я достаточно давно уже знакома, но чтобы так в жизни с ней прям очно поговорить, у меня никогда не было такой возможности. И мы решили просто встретиться, и как-то мы с ней засели в кафе и разговаривали где-то часа три, вот просто напролет. И мы обе поняли, что мы люди вот прям одного типа, из одной сферы, и нам очень интересно проводить время друг с другом. И после этого мы просто начали вот так вот друг друга приглашать на съемки, и вот совершенно недавно я вернулась из Минска, где мы снимали клип. А как познакомилась с Машей Южаковой? Тоже часто видела этот вопрос. Так получилось, что мы вместе с Машей оказались на одних съемках, и там мы как раз познакомились, поговорили обо всем, о наших жизнях, потом также встретились, просто немножко пообщались. Есть ли у тебя парень? Нет! Я свободный человек! У меня в данный момент нет молодого человека, но у меня были отношения, сразу отвечаю на ваш следующий вопрос, у меня были отношения однажды. Once upon a time! И это было достаточно давно, и расстались мы по той причине, что я начала очень много путешествовать, очень много ездить, и это было только вот прям самое начало проекта. И в Москве появлялось очень редко, и мы поняли, что это слишком неудобно так общаться, и проводить время в телефоне, только вот такое вот общение, никому в принципе-то и не нужно. И мы поняли, что будет лучше, если мы останемся друзьями, и встречаться, когда вот будет какая-нибудь там возможность раз в полгода. Следующая тема. Кого же я люблю слушать? На самом деле у меня есть, наверное, где-то 5 или 6 прям топовых таких артистов, кого я слушаю каждый день, просто с утра до вечера. Я обожаю Эд Широна, я очень люблю Ариану Гранде, я очень сильно люблю Шона Мендеса. На кого ты равняешься? Мне очень-очень сильно нравится танцовщица из Америки, из Калифорнии, ее зовут Оутом Миллер. Я схожу с ума по ее танцам, по тому, как она танцует по ее телодвижениям. В общем, она правда очень крутая, она действительно меня вдохновляет, ее техника, все это просто вот на высшем уровне. Также я считаю, что один из самых таких действительно вдохновляющих для меня персон, это Джош Бушам из нашей группы, он из Канады. И знаете, когда я смотрю видео, как он танцует, мне иногда кажется, что он с другой планеты. Я не могу поверить в то, что мы танцуем в одной группе. И, наверное, третьего человека, кого я могу назвать, это будет Шон Лу. Мне очень нравится этот парень, он безумно крутой танцор, он также из Калифорнии, и так как он танцует, вот просто зайдите в Инстаграм, посмотрите, вы все поймете, тут даже без комментариев. Как все успеваешь? Хороший вопрос, я тоже его задаю себе каждый день, и до сих пор не могу ответить. На самом деле, я мало чего успеваю в течение дня, ну как, для меня это просто такие поседневные дни, когда я должна в день выполнять минимум 10 пунктов, и это не то, что там типа заправить, кровать, еще что-то, это должна быть, например, 4 встречи, 2 фотосессии, потом еще что-то, потом танцы, потом вокал, потом обязательно репетиторы. Я понимаю, что в течение дня столько всего происходит, но действительно, вот что мне помогает, это расписание. Я пользуюсь Google календарем, где я расписываю себе все по минутам, просто по секундам, или же я веду какие-то себе тоже дневнички, если у меня есть возможность их с собой возить, записывать все, что я вот только могу. Лично я получаю удовольствие от всей этой самоточной жизни, как питаешься и держишь себя в форме. Тут мне стало очень тяжело, все буквально, потому что буквально вчера мы объели сладким. Ладно. Как питаешься и держишь себя в форме? А питаться я стараюсь, вот знаете как, я себя не ограничиваю в еде, я не стараюсь себе поставить какую-то цель, что я должна похудеть на 4 килограмма за неделю, что я не могу есть вообще никакого сладкого, или там еще что-то. Я ем сладко. Но на самом деле, я никогда не любила фастфуд. Я понимаю, что бывают моменты, когда правда хочется или нет другого выхода, то да, я себе позволяю это, но я не ем каждый день вот эту всю картошку фри. В основном я ем все какие-то салатики, какое-то все полезненькое. В общем, обычный ритм жизни, обычная еда. Мне кажется, вы все с этим уже ознакомлены. Как ты учишься? Учусь я онлайн, и из-за того, что я сейчас как раз все время в перелетах нахожусь, и очень редко бываю в Москве, то у меня нет другого выхода, только как вы перейдите на такое домашнее обучение. Будешь ли получать высшее образование? Вообще, мои планы на будущее, что касается именно образования, это переехать в другую страну. Не знаю, почему меня так тянет куда-то за границу, но я еще не определилась. Знаю, что хочу вот сейчас побыстрее закончить школу. В следующем году я уже заканчиваю, сдаю ЕГЭ, и после этого я хочу поехать в Америку, скорее всего. Я там уже себя подыскала несколько творческих таких танцевально-музыкально, можно так назвать их, колледжей, эти заведения. Я хочу туда попробовать поступить, и для этого мне нужно просто сдать TOEFL, это английский экзамен, который сдает каждый человек при поступлении в любой американский вуз. Что тебя больше всего мотивирует? Скорее всего, меня мотивирует творчество и достижение целей других людей. Когда я смотрю на то, чего добиваются другие люди, через что они проходят, это можно как раз вычитать из разных книг, это можно посмотреть какие-то документальные, биографические фильмы. Это все настолько меня вдохновляет, что я понимаю, я могу так же, я могу лучше, и я хочу достичь чего-то более высшего, так сказать, в своей жизни. Наверное, это и есть мотивация, то, что все возможно. Не просто посмотреть какой-то там фантастический фильм и сказать, вау, вот это классно, что они там летают, но нет, вот то, что вот с реальными людьми происходит, и это действительно мотивирует. Я очень надеюсь, что я ответила на большую часть вопросов, которые вас правда интересовали, и вы чуть больше узнали обо мне, но если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите внизу в комментариях, и я обязательно на них отвечу в своих следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok